Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о весенней обрезке винограда. Возможно, видео выходит несколько поздновато, но я надеюсь, что оно будет вам полезно. Если не на этот сезон, то на следующем. Итак, весенняя обрезка винограда. Часто задают вопрос, если я, например, осенью не успела обрезать, можно ли сделать это весной? Не повредит ли это винограду? Потому что все мы знаем, что приходит весна, приходит тепло, в винограде активно начинает двигаться сок, и виноградная лоза начинает плакать. Так вот, до того момента, пока почки не начали распускаться, обрезать виноград можно. И вот это вот истечение пасоки, этого самого сока, абсолютно не вредит виноградной лозе. Если уже почки начали расти, тогда да, тогда это будет плохо, это будет вредить. По этому поводу было проведено в свое время очень много исследований различными учеными, и именно они установили вот такую вот закономерность. Единственный случай, когда при спящих почках весенняя обрезка может навредить самому кусту, это если бы мы каждый день обновляли этот срез. Тогда да, а иначе все будет хорошо. Поэтому, если вы вдруг не успели, вполне можно это сделать до распускания почек раз. Что еще мы так можем сделать? Мы так можем сделать с молодыми кустами, которые у нас кусты прошлого года посадки. Осенью я вам рассказывала, что такие кустики я стараюсь по осени не обрезать. Я убираю только невызревшую часть. Все остальное я оставляю, потому что именно в вызревшей лозе есть определенный запас питательных веществ. Если у большого куста он уже нормально накоплен, то у такого молоденького его совсем мало. Соответственно, я максимально вот эту лозу оставляю. А уже весной смотрю, что с ней делать. Если лоза тоненькая, я ее обрезаю до момента распускания почек. Если она нормальная, то в принципе оставляю там больше почек и возможно даже формирую и рукав. То есть все зависит от того, насколько вот эта сама лоза вызрела. Я вам оставлю несколько роликов осенних по формировке. Вот это все, чтобы новичок мог посмотреть вообще о чем я говорю. И еще есть одна очень интересная закономерность. Если мы осуществляем весеннюю обрезку до момента распускания почек, то вот эта обрезка задерживает распускание этих самых почек приблизительно на неделю, может быть, чуть больше. Когда я об этом прочитала, я, конечно же, захотела это испытать. Потому что я такой человек, мне надо убедиться именно на практике и увидеть все своими глазами. И, конечно, я очень долго думала, на чем можно поставить этот эксперимент, чтобы действительно увидеть эффект. Потому что разные сорта все равно пробуждают почки по-разному. С рукавами можно было бы поиграть, но не факт, что это сработает. И, наконец, я нашла выход. Здесь у меня два малыша реформа. Но, на самом деле, не такие уже они и малыши. Я их садила позапрошлой осенью, но весной перенесла немножко в другое место. Так вот, здесь так получилось, поскольку саженцы были небольшие, я их посадила в одну яму. Смотрите, вот один я сейчас приближусь, чтобы было видно. Вот второй. Они на одинаковой стадии развития, приблизительно одинаково росли. Плюс-минус одинаково лоза. Тем более сидят рядышком. Вот я решила, что на них это будет наглядно. Неделю назад, ровненько в прошлые выходные, я вот этого товарища обновила ему срезик, немножко обрезала. А второй не трогала. И теперь смотрим разницу. Значит, тот, который обрезан, вот он. Видите, эти почечки еще спят. Течет масока. Все там, на самом деле, живое. Все прекрасно чувствуют. Ну, почки спят. А вот тот, который не был обрезан. Смотрите. Почка начала пробуждаться. И даже не одна. И вот там почечка пробуждается, и вот здесь почечки пробуждаются. То есть, в общем-то, недельку, ну вот разница неделя, можно выиграть. А может быть, и несколько больше. На самом деле, очень удобный способ. Если вдруг мы попадаем под какие-то возвратные заморозки, понятно, что это сработает не всегда. И заморозки у нас могут прийти абсолютно в разное время. Но в некоторых случаях этот прием сможет нам помочь вот эти самые заморозки проскочить. Конечно, это не панацея. И вы должны понимать, что каждый сорт где-то может отреагировать по-разному. Я испытала на одном. Я это увидела. Ученые в свое время испытывали это на многих сортах. Они это увидели. Но бывает так, что какой-то сорт, либо какое-то даже конкретное растение может вести себя несколько по-другому. Поэтому просто имейте это в виду, что может прием сработать, но сработать может не всегда. Но уже если мы будем обрезать с почками в таком состоянии, то, конечно, мы будем угнетать рост растений. И теперь, что касается весенней обрезки. Значит, подводим итог. Резать можно до распускания почек, если не успели по осени, все это вполне можно сделать. Если почки стали распускаться, смотрите, в принципе, если куст большой, может быть, что-то и можно обрезать. Но вы понимаете, да, что несколько вы его ослабите. Если вот такой вот какой-то маленький, двухлеточка какая-нибудь, однолеточка, просто саженец, который слабо развивается, то лучше его не резать, просто уберете потом лишние почки. Так кустику будет гораздо проще все это перенести. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты, а также другие полезные видео. До новых встреч!